Я Татьяна Токмиленко, харьковчанка, и сейчас я в Берлине. Здесь много наших харьковчан, и меня спрашивают, как там родной город. Сейчас в Харькове хорошо. Несмотря на то, что немножко тревожно, я вот, например, недавно была в Ивано-Франковске, и мне начали делать бешеные скидки. Вы же беженцы, у вас же проблемы. Да нет, в Харькове всё спокойно. У нас мирно, и даже некоторые удивляются, совсем недалеко линия фронта, Харьков живёт, работает, гуляет, проводит шикарные праздники. А год назад, немножко больше года назад, я со своей подругой, мы испытали одно из самых страшных событий в нашей жизни. 1 марта по Сумской шли бесы с ленточками, оранжево-чёрными, с трофеями, с окровавленными палками. Шла молодёжь, и кричали кровь, и вишни крови. А по тротуару шли люди в возрасте, с чувством исполненного долга. Они страшных бандеровцев выгнали из обла-администрации. Страшные бандеровцы, это Серёжа Жадан, ну и другие. Там были разные ребята, в основном молодёжь. Сейчас этого нету. То, что творится на Донбассе, Харьков, в принципе, это осознал. И Харьков этого не хочет. Но эти люди, которых год назад мы видели, они в городе остались. И что с этим делать, я не знаю. В Украине уже все признали, что в Харькове был самый интеллигентный, самый культурный Евромайтан. Он действительно начался очень культурно. Наша интеллигенция, писатели, поэты. Мы вышли к Тарасу Шевченко и стояли за то, чтобы Харьков, Украина были действительно европейскими. А потом, когда по мере развития события, наш Евромайтан ушёл в волонтёрство. В Харькове есть достаточно большое количество волонтёрских организаций по помощи армии, по помощи раненым, по помощи временным переселенцам. И открою такой секрет. Практически во всех этих организациях работает Харьковский Евромайтан. Работают люди, которые присоединились к нам. И сейчас работают волонтёрами те, которые сбежали с Донбасса. Наши украинцы нормальные люди. Я сейчас работаю в таком проекте, как адаптационно-культурный центр. В нём работают люди, которые начинали в известной волонтёрской группе «Станция Харьков», которая помогала сначала гуманитаркой и так далее. Но мы поняли, что людям, которые лишились родного дома, сначала их надо накормить, напоить, поселить. А потом им надо давать не рыбу, а давать удочку. Для того, чтобы они нашли место в этой жизни. Так вот работа. Продолжение следует...